Здравствуйте! Сегодня мы хотим вам показать, как приготовить рейнчмид самому подарочную композицию, подарочных цветов в коробке. Если у вас в доме завалялась какая-нибудь коробка, это может быть коробка из-под открыток или просто коробка купленная, готовая коробка купленная в магазине для всевозможных рукоделий. То есть должна быть просто плотная коробка, желательно красиво оформленная. Вот я выбрала сегодня вот такую коробочку для этого. Нам понадобится также спанч замоченный, флористическая губка замоченная, инструменты, различные виды цветов. В данном случае я буду использовать лилии, красные розы, немного красной герберы, зелень, бибисбресс, джипсофилию. И также нам понадобится целлофан. Я беру плотный целлофан, это 30 микронов толщины целлофан, складываю его вдвое, вот таким вот образом, и просто вставляю его, расстилаю дно у коробочки. Потом мы лишний целлофан весь обрежем. Теперь я беру просто блок флористической губки и его сюда вставляю, опускаю. Если у вас, вы видите, что остается небольшое пространство, то его необходимо заполнить. Я замачиваю другую блок флористической губки и разрезаю приблизительно тот размер, который мне нужно, и заполняю это пространство. Оставлять такие пространства нежелательно, потому что если растение попадет в это пространство, то это воздушное пространство, оно может у вас остаться без воды и со временем быстрее погибнуть. Поэтому необходимо, чтобы все пространство коробочки было у вас плотно заполнено губкой. Теперь лишний целлофан я обрезаю практически в край коробочки, чтобы его не было видно. Целлофан не должен быть короче, чем края коробочки, иначе вода может протечь у вас в результате транспортировки или в результате движения каких-то там, и может вызвать у вас то, что коробка у вас намокнет. Поэтому целлофан необходимо обрезать ровно по краешек вашей коробочки. Лишний целлофан необходимо убрать, лишний пластик. Таким вот образом мы это убираем. Теперь, когда мы весь целлофан убрали, можно будет приступить к работе. Для начала я выберу высоту своей композиции и буду оформлять розы. Я не хочу, чтобы эта коробка была слишком высокая, так как это подарочная композиция. Мы будем просто оформлять розочки. От вашего желания она может, конечно, быть и повыше. Как вам нравится. Выбираю такую форму веера, потому что задняя часть у нас как бы крышечка от коробки. Если у вас крышки от коробки нету, ничего сзади вас не мешает, вы можете сделать арранжмент в круговую. Но в данном случае он будет у меня немножечко односторонний и будет смотреть в одну сторону, потому что у меня здесь вот находится крышечка. Если у вас другая форма коробка, вы можете задать другую форму композиции. Мы будем использовать различные цветы в данном случае. И вот образом, по форме веера будем их распределять. Заканчиваем работать с розами и потом перейдем к дополнению других цветов. В данном случае я хочу использовать небольшое количество лилий. Но так как лилии более хрупкие, то в первую очередь я, пожалуй, буду использовать герберу. Герберу я буду использовать такие пластиковые трубочки для герберы, потому что когда гербера находится в трубочках, ее прочность... Стебелек очень тонкий у герберы, очень хрупкий. И с трубочками легче его, опять же, оформлять его, вставлять его в флористическую губку. Видите, как легко она входит. И в то же время трубочка не дает гербере сломаться и позволяет ей дольше жить в этой композиции. Так что вот использование этих трубочек, конечно, облегчает, гораздо облегчает работу. Видите, как она легко входит, когда у нас есть такая вот трубочка. Теперь в самом конце, потому что лилии более хрупкие, при дотрагивании ее легко сломать, я перехожу к лилии. Точно так же я вымеряю длину, которая мне необходима, и оформляю лилии, заполняю ими более крупные пространства, которые у меня остались. И так как лилии имеют такие более... другие закрытые лилии, то я их обычно распределяю на задний план и заполняю оставшиеся пространства. Одно можно так же вперед, с более короткими цветочками. убедиться надо, что все цветы у вас достигают на коробочке, и что им будет достаточно водички. В конце работы необходимо будет добавить туда аккуратненько воду, именно внутрь целлофана, чтобы обеспечить цветы водой. Вот так вот. Ну, теперь нам остается добавить только зелени и необходимого... добавить зелени и чипсофилии, для того, чтобы придать объем эренджменту и уже закончить нашу композицию. Чипсофилии и салал я буду использовать для этой цели, и буду постепенно добавлять ее вокруг нашей композиции. Нам нужно закрыть целлофан, нам нужно закрыть все наши, спрятать недостатки работы. Тоже чипсофилию надо убедиться, чтобы все кончики чипсофилии попали у нас в фористическую губку, чтобы чипсофилия у нас была свежей как можно дольше. Также она позволяет нам спрятать все недостатки, все детали нашей работы. То есть спрятать целлофан, спрятать фористическую губку, чтобы ее не было видно, не было заметно. Когда мы закончили работу с чипсофилии, я перехожу к зелени. То есть я беру салал, вы можете брать любую другую зелень, какая у вас есть только под рукой, и оформлять, закрывать краешки нашей коробочки, спрятать уже последние все детали, то есть чтобы не было видно фористическую губку, не было видно кусочки целлофана, то есть уже закончить композицию. И по кругу все нам необходимо спрятать. Для этого мы используем зелень. Ну и также она добавляет объемы, добавляет красоты и заполняет нашу композицию. Теперь, когда мы уже закончили всю композицию, необходимо добавить просто простой декорейшн, это может быть простое украшение, это может быть бант, это могут быть веточки, это может быть все что угодно. В данном случае я выбрала такую голубую сатиновую ленту, из которой я сделаю бантик, чтобы уже придать такой подарочный вид нашей композиции. И затем его можно будет просто обернуть в целлофан и отправить уже заказчику. То есть я приготовлю банк, для этого вам понадобится сатиновая лента, конечно, желательно в цвет или коробки, или в цвет цветов, но в данном случае я думаю, что этот цвет будет больше гармонировать с коробкой. Голубой цвет всегда гармонирует красиво и с красным, и с белым, и с розовым, и поэтому это очень такая яркая на фоне голубого цвета. Голубой цвет считается более как нейтральный цвет, как белый или серый. На фоне голубого цвета, в принципе, любые цвета будут гармонировать, но я так считаю, что эти вот цвета более удачные. И белый просто будет цвет даже, очень красиво смотрится, голубой с розовым очень красиво смотрится. И приготовлю вот такой вот банк, проволочкой плотно его закрепляю. Проволочку необходимо в данном случае загнуть, потому что если вы проволоку опустите в спальш, то у вас есть вероятность того, что вы можете проколоть целлофан, который у вас там лежит, и вызвать этим, сделать какой-то, повредить целлофан, и вызвать этим ситуацию, что вода у вас будет течь, и повредить может у вас коробку, и коробка может размокнуть. Поэтому необходимо загнуть проволоку, чтобы целлофан этот никаким образом не повредить. Вот уже добавляю бантик, и композиция ваша закончена. Теперь его можно завернуть и отправить заказчику. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова